Простите, честно, я не знаю, как точно это называется. Её заказала, буду тестировать. Но оси тоже нормальная, просто я заказала почему другую, потому что она быстро расходуется. Ты я ж не тамада. Ты блогером стала. Ну, вы знаете, ты блогером стала. Это нельзя вот так вот в один момент встать. Я развиваюсь, знаете, я развиваюсь и всё. А мы уезжали с парнем в область на полтора-два месяца, по-моему. Сейчас вернулись в Харьков. Мне 21. Спасибо за подписки и за подарочки. Спасибо большое. Поэтому раньше думала вообще, типа, уход для волос не особо играет роли. Сейчас, конечно, я отказываюсь от своих прошлых слов. Я раньше думала вообще, волосы от фена портятся. Вот, ладно, я буду плойкой пользоваться, но зато феном не буду. Я думала, что фен вреднее, чем плойка. Но на самом деле, плойка я, блин, на 230 градусов равнялась. А фен у меня максимум 150 даёт. Как бы, ну, где мои мозги были в тот момент, я не знаю. Где были в области, в лазовой. Не поняла, но бывает от шампуня и бальзама. Что бывает? Да, у меня есть парень. Ну да, волосы... Хотя нет. Волосы не портятся от бальзама и шампуня. Они могут становиться либо лучше, либо хуже. Шампунь вообще всё равно. То есть, главное, шампунь подобрать по вашему типу кожи. Его задача только мыть. Вот, когда пишут на шампуне, укрепление, сияние, там, ещё бла-бла-бла. Ну, это бред. Потому что шампунь, его задача только помыть кожу головы. Всё. Никакой другой задачи у шампуня не может быть. Уже у бальзама идёт задача напитать волосы, сделать их блестящими, рассыпчатыми. Ну, и все вот эти вот плюшки, которые мы ожидаем. А шампунь нет. Харьковский. Похудела я вообще на... Наверное, на стрессе и на брекетах. Так, брекеты мне как поставили, и у меня какой-то тумблер опустился. Типа, кушать боюсь. Всё, и я перестала кушать. То есть, нормальные люди едят утром, в обед, вечером. Ну, ладно, не в обед, там некоторые утром, днём и там вечером. Я же утром проснусь, попью кофейка. Посижу, похожу, поделаю свои дела. Потом вспомню, что я голодная, часа три поем. Возможно, вечером, возможно, ещё через время попью кофе, вечером всё. То есть, я могла один раз в день покушать. Но это плохо, это нездоровое питание, я такое никому не советую. Но похудела жёстко, да. Я боялась кушать твёрдую пищу. То есть, ну, я как бы кушала... Во-первых, я всё ела такое там. То натертые огурцы, то какую-то капусточку, салат, вот этот вот, то ещё что-то. И... Ну, такое питание, оно было не сильно. То есть, мясо я боялась кушать, потому что оно твёрдое. Максимум, это были у меня сосиски. Маргарита, почему ты мне поставила две двойки? Духовка, которая воняет, которая грязнющая. Ты не печёшь торты, но заказывай. Не, сейчас я уже не боюсь, сейчас я уже нормально кушаю. И даже я вот каждое утро себе начала тосты делать, приучила себе завтракать наконец-то, потому что я знаю, что завтракать — это важно. И у меня была проблема не в том, что я теряла вес, хотя это тоже важно, чтобы вес не уходил в какой-то минимум. А у меня уже такое состояние было, когда я встаю с кровати, у меня темнеют волоса. И это не было так, что типа, ой, встала, загружилась голова. Это было у меня уже на постоянной основе. И то есть я уже даже привыкла. Типа, я встаю, всё, у меня голова сейчас закружится. Я уже даже начала не обращать на это внимания. Привет. Первый день, когда я поставила все брекеты, приезжаем мы до того, как ставить брекеты, я нормально не поела, потому что я не думала, что у меня будет потом проблема с этим. Я холодная. После того, как мне установили брекеты, вечером приезжаем домой с парнем, готовим окрошку, обычную окрошку на кубик всё. То есть, ну, как бы колбаса, там яйца, что там ещё, огурцы. Что там ещё? Забыла. Нет, ну я вообще знаю, что там колбаса, огурцы, картошка, яйца. Ну, как бы обычная окрошка. А я не могу, ну, то есть я понимаю, что огурец настолько твёрдый, хотя он мелко-мелко нарезан. Огурец настолько твёрдый, что я взяла в первый день, просто попила водички, вот этой вот, ну, майонез с водой. Не наелась я. На следующий день я сделала себе окрошку на тёрку. Ну, это такая-то невкусная штука, что капец, как будто его уже кто-то переживал, и ты заново ешь. Потом мне начало бесить то, что я не могу ничего поесть, и начало хотеться там, и то, и сё. Но я начала потихонечку пробовать, пробовать. Я помню, как мне захотелось. Мы готовили рёбрышки с парнем, и я прям чувствую этот запах. Он уже пахнет. Я прям захотела этих рёбрышек, и я чисто думаю, ладно, всё, не отпадут мои брекеты, постараюсь покушать. Я поела эти рёбрышки, и после этого я уже нормально смогла всё есть, потому что вот желание именно покушать эти рёбрышки меня вывело на то, чтобы я потом могла нормально есть и не бояться. Всё понятно. Угу. Просто я весила вообще 55 кг. Ну, как бы я никогда не парилась над своим весом, может быть, когда-то один раз, потому что было такое, ну, что-то чисто там сидеть на жёстких диетах, такого у них кота у меня было. Ну, 55 кг это было, ну, как бы, многовато для меня, но не так уж и прямо критично. Мне нужен тайм-аут, я хочу понять, в каком направлении мне дальше будет. Начала рожать. У меня подружка вообще... Мне 21. У меня подружка вообще во время, ну, вот когда война началась, она переехала к сестре, и там поправилась немного, и она, ну, как бы, она говорит, ну, поправилась чуть-чуть, но она там раздула, типа, сильно поправилась, там, ой-ой-ой. И я, ну, это как бы, по незаметно, что она чуть-чуть поправилась, переехала домой, я не знаю, сколько, две недели, наверное, прошло, а мы с ней, как бы, плюс-минус почти каждый день виделись. И от меня к ней километра два. Можно ехать на троллейбусе или на маршрутке, но она ходила пешком туда-сюда, туда-сюда, то есть... Ну, или там мы встречались на нейтральной территории, но в основном она ходила ко мне сюда поближе, а тут у нас кофейня есть, мы там сюда сидели. И она ходила туда-сюда, туда-сюда, и похудела за две недели. Ни на каких диетах она не сидела вообще, то есть абсолютно. Просто много ходила, всё. Возможно, просто хороший метаболизм и тому подобное, не склонна к полноте и тому подобное. Но надеюсь, что... Да что-то замок, блин, летает какая-то.